И мы встречаемся на таких ознакомительных встречах для того, чтобы углубиться в мир ароматов, для того, чтобы понять, как могут нам растения и их субстанции помочь в эффективной жизни, как они могут улучшить эту жизнь, сделать ее более качественной, помочь нам быть здоровыми без лекарств и перестать бегать по замкнутому кругу по фармацевтическим предприятиям, таким как аптеки. Наверное, каждый из вас задавал все-таки себе этот вопрос, повторюсь, может кто-то не услышал во время плохого звука. Как же наши предки столько лет, столько тысяч лет жили без единой таблетки, эволюционировали и процветали? Наверняка этот вопрос вставал перед каждым. Поэтому сегодня мы как раз начнем нашу встречу с истории. Что же и чем же были растения в жизни древнего человека? В пещерах первобытных людей были найдены на территориях разных стран остатки многих растений. Люди из палеолита не только прекрасно ориентировались в мире растений, но и использовали их для своих нужд. Несмотря на очень малые сведения, например, остатки пыльцы, прополиса, наскальные рисунки, можно все-таки с уверенностью утверждать, что в жизни первобытного человека растения играли очень важную роль. Травами, например, украшали жилища, использовали их в качестве постели. В пещерах на территории Ирака была обнаружена могила, в которой сохранилась пыльца от пяти растений. И ученые предположили, что у усопшего на голове был венок, как минимум состоящий из пяти цветов. 13 тысяч лет назад люди начали приручать животных и культивировать растения. Этот процесс был новым этапом и в познании окружающего мира, и в изменении образа жизни первобытных людей. Люди начали строить население, города, осваивали новые земли, и население земли стало увеличиваться с каждым годом. Начиная примерно с 8500 года до н.э. начался переход от собирательства и охоты к производству продуктов питания. И вместо сезонных передвижений вслед за животными, которые являлись главным источником питания, люди стали вести все более оседлый образ жизни, устраивали постоянные огороды, сажали сады и создавали пастбище. Оседлый образ жизни и быстрое развитие сельского хозяйства породили новые проблемы. И эти проблемы были как раз присущи скученному образу жизни и тесному контакту людей с животными, ну и друг с другом. Эпидемии болезней, которые раньше не беспокоили человека, который вел кочевой образ жизни, стали очень частным явлением, поскольку могут распространяться лишь при большой плотности населения. Они так и называются до сих пор – болезни толпы. Загадка возникновения многих эпидемиологических болезней была разрешена в ходе различных исследований, проведенных за последние десятилетия. Ученые обнаружили, что источником многих заболеваний являются домашние животные, с которыми люди стали тесно контактировать более 10 тысяч лет назад. Ну вот, например, вирус гриппа появился в результате мутации вируса, который поражает исключительно птиц и свиней. А причиной оспы – одного из самых страшных заболеваний человечества – считается вирус в древности, распространенный среди верблюдов или крупного рогатого скота. С древнейших времен чувство обоняния играло важную роль. Оно было необходимо при поиске растительной и животной пищи, для оценки ее пригодности для питания. Обладая острым обонянием, древний человек определял приближение хищника, чувствовал изменения погоды. Все это было жизненно необходимо для выживания. Возможно, именно в эту эпоху палеолита, когда человек научился добывать огонь, возникла и традиция добавлять в огонь ароматические растения и таким способом облажать богов. Так возник обычай воскуриваний, который сохранился и до сих пор культивируется в современных храмах. Культура ароматерапии и парфюмерии наиболее широко получила свое развитие в Древнем Египте. И это время считается началом истории ароматерапии. Хочется рассказать о сыворотке правды, которая была как бы первой изобретена для нужд человечества. Она позволяла жрецам ходить в определенное состояние и позволяла видеть грядущие события. Действие этой сыворотки также позволяло узнать о человеке все. Человек просто не мог лгать. И это использовалось изначально, чтобы узнать причину заболевания. Так как уже тогда считалось, что кроме самого человека, никто не знает действительных причин, происходящего внутри него. Египтяне хорошо знали о способности ароматов воздействовать на эмоции. У каждого фараона было множество различных духов. Одни поднимали настроение, другие устраняли нервозность или усиливали половое возбуждение. А на случай войны имелся специальный рецепт, который вызывал агрессию. Ароматические средства находили обширное применение в косметике и парфюмерии. И хочется вспомнить, что большим ценителем ароматов была царица Клеопатра. И ее ароматические ванны применяются женщинами до сих пор. В античной Азии дань с покоренных народов бралась в ароматических веществах. Так Геродот сообщает, что арабы платили ежегодно дань в тысячу талантов алибанума или ладана. Быт ассирийцев, насыщенный роскошью и утонченностью, предполагал широкое употребление ароматических веществ. Иногда это обретало очень необычные формы. Например, когда свергли царя Сардонопала, то он избрал смерть на костре из благовонного дерева, где вместе со своими женами задохнулся в облаке ароматного дыма. В Древней Греции все мы знаем ее историю и поклонение множеством божествам. Так вот, этих божеств доходило до 30 тысяч, и каждому из них полагалось совершать обязательные ритуалы жертвоприношения. Благовония считались также необходимым элементом колдовства. Например, Церцея удерживала Одиссея на своем острове с помощью ароматических курений. Мидея сварила в благовонных травах престарелого Исона, и он превратился в цветущего юношу. В Греции широко использовались духи на масляной основе с запахом различных цветов. Самыми популярными тогда ароматами были розы, ирис, нарт, майоран. Гиппократ развивал траволечение как научный метод и утверждал, что путь к здоровью и долголетию лежит через ароматические ванны. В римской цивилизации ароматы и распространение ароматерапии тоже получили большое распространение. Одним из признаков знатного человека были умащенные ароматическим маслом волосы. Также в римской цивилизации широкое распространение получила культура бань терм, где тоже повсеместно применялись ароматические вещества. На Ближнем Востоке, конечно же, нельзя обойти вниманием целителя ученого Авиценну, который усовершенствовал способ дистилляции растений. И это значительно повысило эффективность процесса, а также дало возможность получения концентрированных и длительно хранящихся ароматов. До этого открытия ароматические субстанции существовали только в виде ароматических смол, порошков, древесины, экстрактов на масляной основе, которые назывались мацератами. Первым эфирным маслом, полученным методом дистилляции, было масло розы. Тут же и получился попутный продукт дистилляции – розовая вода, которая нашла свое обширное применение и в быту, и в косметике, и в лечебных целях. Индия. Природа щедро одарила эту страну ароматическими растениями. Поэтому в индейской культуре благовония также нашли свое повсеместное применение. В индейской медицине в системе Аюрведы традиционно применяли различные препараты из трав, лекарственных и эфирных масел. При этом эфирные масла использовались для энергетической балансировки дождь человека в зависимости от несущих качеств – согревающих, охлаждающих, сушащих или увлажняющих. В Европе у скандинавских народов, например, был обычай усыпать пол ветками можжевельника для создания благоухающей атмосферы, а также профилактики различных болезней и борьбы с блохами. В XIV веке, когда эпидемия чумы распространилась в Европе, существовало несколько способов избежать заражения. На груди носились ароматические шарики, в домах и на улицах жгли ароматические травы, а костюм врача той эпохи представлял собой длинный плащ, на голове широкополая шляпа, а на лице надета маска с длинным клювом. И в этом клюве как раз находились ароматические травы, благодаря которым врачи той эпохи не заразились. И вообще процент смертей среди врачей и парфюмеров в XIV веке был очень маленьким тех, которые заразились. Так вот, в те времена банда из четырех разбойников грабила дома умерших. При этом никто из них не заразился, а поймали их лишь по запаху, который после них оставался в этих домах. Так вот, их помиловали взамен на то, что они раскрыли рецепт тех трав, которые их спасли. Многое изменили научные открытия, повлиявшие на медицину и парфюмерию в XVIII-XIX веках. Именно тогда химики научились выделять активные средства из растений и синтезировать их. Наступает эра синтетических веществ. Использование трав и ароматических веществ резко сократилось. Постепенно к XIX-XX веку стало преобладать мнение, что другие вещества несинтетического происхождения не обладают такими активными действиями и даже вредны. Интерес к ароматическим веществам вновь открыл французский химик Рене Гаттефос. Однажды он работал в лаборатории и получил очень сильный химический ожог руки. Интуитивно опустил ее в сосуд с лавандовым маслом. И к его удивлению ожог быстро зажил без заражения и шрама. Гаттефос заинтересовался лечебными свойствами эфирных масел. И во время Первой мировой войны он применял эфирные масла для лечения пациентов в военных госпиталях. Ну а сегодня ароматерапия – это динамично развивающееся направление. Области ее применения охватывают парфюмерию, косметологию, пищевую промышленность, медицину, фармацевтическую промышленность. Наибольшее развитие использования ароматических веществ сегодня наблюдается в Европе, США, Австралии. Здесь помимо рекомендаций врачей по применению эфирных масел распространено повсеместное использование ароматических веществ. Эфирных масел в магазинах, офисах, на производстве. И служат они различным целям. Повышают работоспособность, служат концентрацией внимания, привлекают клиентов, снижают и ликвидируют стрессы, создают положительную атмосферу. Итак, почему же растения производят фитоэссенции? Энергия Солнца поступает на Землю в форме электромагнитной радиации и фотонов и поглощается хлорофилом растений. Хлорофил является уникальной молекулой, которая преобразует световую энергию и энергию химических связей в органические соединения. Эта же энергия расходуется и на синтез различных веществ, которые необходимы для растения. Это и аминокислоты, и нуклеиновые кислоты, и углеводы. Эти процессы называются первичными метаболическими процессами. Кроме того, в каждом живом организме происходят процессы, в ходе которых образуются компоненты, которые не являются жизненно необходимыми. Такие процессы называются вторичными метаболическими процессами. И вот на данный момент ученые считают фитоэссенции метками, маркерами вторичного обмена веществ в растениях. Фитоэссенции образуются во всех частях растений. Могут быть рассеяны по всем клеткам тканей, либо в растворенном, либо в эмульгированном состоянии. Различают два типа подобных образований. Это внешние и внутренние. Обычно растения с внешними образованиями вырабатывают большее количество фитоэссенций, чем растения с внутренними образованиями. Внешние образования развиваются в эпидермальной ткани и к ним относятся железистые пятна, железки, волоски. Ну а к внутренним образованиям относятся секреторные клетки, вместилища и различные ходы и канальцы. Также необходимо просто знать, что есть такое понятие, в какой же форме находятся фитоэссенции внутри растения. В свободной или в связанной. Это влияет на то, каким методом можно получить эфирное масло из растения. Считается, что фитоэссенция, полученная из растений методом паровой дистилляции, содержит множество компонентов. И часть из них образуется под воздействием пара на вещества, запасенные внутри растения. Считается также, что из свободных форм, растения, которые накапливают фитоэссенции в виде свободных форм, получается больше эфирного масла, чем растения, которые накапливают фитоэссенции в связанных формах. Итак, что же такое эфирное масло? Эфирное масло является сложными по своему строению соединениями. Химический состав эфирных масел изучен достаточно хорошо, так как многие из эфирных масел находят активное применение и в парфюмерии, и в пищевой, и в фармацевтической промышленности. Действие ароматических веществ во многом определяется их составляющими компонентами. В состав эфирных масел входят от 50 до 500 соединений. При этом эффект воздействия на организм определяют как основные компоненты, например, эвкалиптол или 1,8-синеол для эвкалипта, так и компоненты, которые содержатся в растении в микродозах, менее 0,001%. Поскольку действие эфирных масел определяет природная сумма компонентов, действие одного и того же эфирного масла, которое собрано в разное время года, суток и в разных регионах, и у растений различного вегетативного периода могут друг от друга отличаться. Ранее считалось, что продукты вторичных метаболических процессов представляют собой отходы жизнедеятельности растений. В последние же десятилетия ученые пришли к выводу, что продукты вторичных метаболических процессов играют очень важную роль в жизнедеятельности растений и борьбе за выживание. И как раз именно эти функции, которые фитоэссенции выполняют внутри растения для его жизнедеятельности, используются сейчас для того, чтобы человеку тоже было качественнее жить. Итак, какие же функции? Конечно, защитная. Защитной реакцией некоторых трав является их горький вкус или токсичные свойства, которые отпугивают от них травоядных животных и, в принципе, сохраняют их жизнедеятельность. К защитным функциям относятся производства химических соединений, которые могут воздействовать на рост или жизненный цикл соседствующих растений-конкурентов. Так, вещества могут быть токсичными и для насекомых вредителей, и губительными для личинок и насекомых. Некоторые вещества фитоэссенции являются избирательными фитонцидами и создают вокруг растения защитную территорию, в пределах которой тормозится или, наоборот, стимулируется рост других растений. Ну вот, например, представители семейства губоцветных фактически всегда растут в центре круга. Это, например, мята, душица, и внутри этого круга нет места другим растениям и сорнякам. Лечебная функция. Фитоэссенции выполняют лечебную роль как для самих себя, так и для поедающих их животных. Например, фитоэссенции с фунгицидными и бактерицидными свойствами служат для защиты от грибков и инфекционных заболеваний. Некоторые растения, обычно кустарники и деревья, выделяют смолу, живицу, все мы ее видели, знаем, которая способствует быстрому заживлению повреждений на коре или древесине. Третья функция – это, конечно же, привлечение насекомых опылителей. Фитоэссенции играют важную роль в опылении растений. Переносимые воздухом ароматные летучие вещества могут привлекать насекомых к цветкам на большом расстоянии. Запахи же, издаваемые растениями, различаются в зависимости от типа привлекаемых насекомых. Так, например, растения, которые опыляют мухи, зачастую спускают запах гниющего мяса, который обусловлен наличием низкомолекулярных олифатических аминов, сходных с теми, которые присутствуют в настоящем гниющем мясе. Эфирные масла – это природная биохимическая лаборатория. Итак, знаете ли вы, что ваше физическое и эмоциональное состояние начинается со здоровья ваших клеток? Клетка – это наименьшая разумная единица в нашей биосистеме. И каждая клетка – это структурный элемент нашего организма. Она выполняет определенную функцию в нашей системе. Например, клетки сердца помогают клеткам иммунной системы. Клетки иммунной системы – клеткам желудка, клеткам легких, а клетки мозга прислушиваются к любой клетке тела и помогают ей. Представьте, что какая-то клетка перестала хорошо работать или совсем отказала. В работе организма сразу происходит сбой. Отсюда начинаются болезни, недомогание чувствует человек, и встает вопрос – как же помочь больной клетке? Ну, прежде всего, необходимо убрать агрессивную токсичную среду, начать пить хорошую, простую воду. Затем можно поговорить о питании, но экстренную помощь всегда могут оказать эфирные масла. Эфирные масла очень быстро попадают в кровоток и оказывают моментальное воздействие на заболевшую клетку. В результате происходит взаимодействие с гормонами и ферментами нашего организма. Поэтому нет ничего удивительного в том, что статистика и исследования показывают, что люди, которые во время простудных заболеваний и гриппа применяют эфирные масла, выздоравливают в три раза быстрее. И очень важно знать, что эфирные масла находятся в организме в течение 20 минут и, оказав помощь, полностью покидают его, не оставляя каких-либо побочных эффектов или инородных веществ. Они полностью выводятся из организма. Целебное воздействие эфирных масел на организм человека происходит одновременно в двух направлениях. Это энергетическое воздействие и фармакологическое. Известно, что растительный мир на Земле существовал задолго до появления на ней человека. Поэтому растения обладают более глубокой генной памятью, чем человеческий организм. И проникая через кожный покров в клетку, эфирные масла как бы заставляют ее вспоминать, как же она функционировала, когда была здоровой. В результате клетка восстанавливает саму себя. Клинические испытания установили способность эфирных масел восстанавливать здоровую жизнедеятельность клеток за 7 секунд. Эфирные масла содержат витамины, гормоны, антибиотики, феромоны, а также вещества, которые регенерируют наши клетки. Фармакологическое воздействие эфирных масел во многом обусловлено их сложным химическим составом и связано с химическими изменениями, которые происходят при попадании ароматического масла в кровь. В результате этого происходит взаимодействие эфирного масла с гормонами и ферментами. Попадая в организм человека, эфирные масла устраняют причину заболевания. Сегодня научно доказано, что эфирные масла обладают сильным антивирусным, антибактериальным, антитоксичным, антигрибковым, седативным и стимулирующим иммунную систему свойствами. Благодаря своей химической структуре эфирные масла имеют уникальную особенность проникать через стенки клеток и доставлять в них питание и кислород, увеличивая при этом циркуляцию кислорода внутри клетки. Все, без исключения эфирные масла при соблюдении дозировки, не имеют негативного побочного влияния на организм и не вызывают привыкания. Также они не вызывают разбалансировки физиологических процессов в нашем организме. Как и травяные снадобья, ароматические масла могут применяться для самых разных целей. Одна и та же трава или одно и то же масло могут одновременно стимулировать систему организма и успокаивающе действовать на другие. Проникая в организм человека, эфирные масла сами находят пораженные участки и начинают их лечить. Поэтому, чтобы вернуть здоровье уже сегодня и поддерживать его в хорошем состоянии всю жизнь, надо понять, что болезнь зарождается на уровне клетки. И избавившись от клеточных нарушений, можно излечить болезнь, а не просто обманом облегчать себе симптомы этой болезни. И так как все то, что мы сейчас обговорили, возможно только с теми маслами, которые действительно сделаны из очень качественного сырья, сделаны правильными методами, проверены на пригодность, на отсутствие вредных веществ, сегодня мы говорим о маслах компании Дотерра. Когда компании начинают выращивать поля различных растений в тех местах, где эти растения никогда не росли, то и генной памяти у данного растения тоже не может быть, а значит и масла, хоть и натуральными будут, но они не принесут достаточного эффекта в лечении каких-то вопросов и проблем. Поэтому компания Дотерра сделала самое умное, что может сделать компания, это построила фабрики там, где генетически издревле растут растения. Это, конечно же, Парагвай, Гватемала, Болгария, Непал, Мадагаскар и другие континенты. Эфирные масла Дотерра – это масла терапевтического класса. Также у масел компании Дотерра есть протокол стандарта чистого терапевтического класса, который заключает в себе чистоту, то есть масло содержит только натуральные ингредиенты. Безопасность – это тестирование в лабораториях и контроль качества масла. И эффективность – масла соответствуют высшим стандартам качества. Их воздействия на организм сильные и безопасные. Протокол качества подтверждается необходимыми исследованиями, которые можно увидеть на этом слайде. И уже из перечисленных исследований видно, что компания очень заботится о нас, чтобы мы не только получили качественное масло, но и получили результат от использования этих масел. Компания Дотерра имеет ультрасовременные лаборатории. Более 40 ученых в штате, научных экспертов, медицинскую консультативную группу и внештатных научных консультантов. Наука и медицина вместе с Дотеррой. Также 17 июня 2020 года компания Дотерра объявила о том, что она была единогласно принята всеми членами Координационного совета в состав Международного научно-исследовательского института ароматических материалов. Кому же нужны эфирные масла? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы начнем разбирать основные свойства эфирных масел, поймем, насколько их много, и потом снова вернемся к этому вопросу. Итак, эфирные масла, молекулы ароматических веществ обладают очень многогранными лечебными свойствами при их местном воздействии на наш организм. Итак, первое – это антимикробные, бактерицидные и антивирусные свойства. Антимикробная активность эфирных масел исследована в настоящее время достаточно хорошо. Эфирные масла способны подавлять развитие грамм положительных и грамм отрицательных коков, энтеробактерий, вибрионов, грибков, простейших, обладают антивирусной активностью. Для определения антимикробной активности служит фенольный коэффициент. Антимикробная активность соответствующая активности фенола. Так вот, если по наличию этого коэффициента посмотреть некоторые масла, то можно распределить между ними места по количеству единиц этого фенольного коэффициента. Итак, на первом месте будет душица – это 25 единиц, на втором месте тимьян – 24 единицы, на третьем месте корица листьев – 9,7 и так далее. Практический механизм действия низких доз эфирных масел на микроорганизмы заключается в снижении проницаемости цитоплазматической мембраны, интенсивности метаболизма и уменьшении активности аэробного дыхания микробов. Бактерицидные высокие дозировки эфирных масел вызывают деструкцию мембран микроорганизмов. Таким образом, все эфирные масла обладают антимикробной активностью, и эта активность просто различна для каждого масла. Противовоспалительное действие и обезболивающее действие эфирных масел. Выраженный противовоспалительный эффект оказывают такие компоненты, как азулен и хамазулен, которые содержатся в эфирном масле ромашки, тысячелистника, бессмертника. Противовоспалительным действием обладают эфирные масла, которые содержат 1,8-цинеол, по-другому эвкалиптол. К ним относятся эвкалипт, камфора, розмарин, чайное дерево, мирт. Противовоспалительное действие эвкалиптола сочетается с его антимикробным эффектом. Поэтому противовоспалительное действие несут в себе еще такие компоненты, как гераниол, входящий в состав следующих эфирных масел, герани, розы, нероли, иланга, пальморозы и других. Местное обезболивающее свойство. Местное обезболивающим свойством обладают компоненты эфирных масел ментол и эвгенол. Эфирное масло мяты перечной активно используется для производства ментола и входит в состав препаратов анальгизирующего действия. Гвоздичное масло, содержащее эвгенол, применяется как средство снижения зубной и суставной боли. Следующее свойство – это регенерирующее. Способностью стимулировать процесс регенерации ткани обладают многие масла, например, лаванды, чайного дерева, розы, нероли, эвкалипта. Это свойство используется при легких нарушениях целостности кожных покровов, ссадин, порезов, ну и других повреждений. Например, масло лаванды можно наносить на поврежденный участок кожи в неразбавленном виде. Следующее свойство – это отхаркивающие и мукалтические свойства. Широко применяются в лечебной практике чистые эфирные масла – эвкалипта, мяты, аниса, душицы, чабреца. Отхаркивающими свойствами обладают масла мяты, аниса, эвкалипта, а мукалтическим действиям, например, аниса, душицы, чабреца. Также есть и антиаллергическое свойство у эфирных масел. Антиаллергическая активность установлена у нескольких масел. Например, розовое масло проявляет антагонистическое действие по отношению к некоторым гистаминовым реакциям и уменьшает гистаминовые спазмы. Свойства, нормализующие структуру кожи. Эфирные масла и ароматическая вода широко применяются в современной косметологии. В косметологическом эффекте сочетается ряд свойств эфирных масел, которые нормализуют структуру кожи. Они регулируют деятельность сальных, потовых желез, водно-солевой обмен улучшают, уменьшают пигментное образование, улучшают производство коллагена нашей кожи, оказывают противовоспалительное и регенерирующее действие. Данными свойствами обладают многие эфирные масла. Из них, наверное, выделим сегодня лаванду, ромашку, шалфей мускатный, мяту, перечную, розу. Также эфирные масла оказывают действие на слизистую рта и носоглотки. Действие на слизистую оболочку имеет особенность по сравнению с накожным применением. Главным отличием является высокая всасываемость, ну и наличие слизи, которая позволяет веществу в эфирном масле быстро раствориться. В следствии этого более сильное воздействие не только на место всасывания, но и на весь организм. Поэтому по таким критериям, как сила и интенсивность воздействия, наступление эффекта, концентрация при использовании, данный путь проникновения можно назвать промежуточным между местным и между общим свойством. Следующее свойство – это противосудорожное и спазмолитическое. Противосудорожным действием обладает, например, масло шалфея, мускатного, лавандового масла, а выраженным спазмолитическим действием обладают химические компоненты масел – это нейролидол и форнизол. Также есть масла, которые обладают противошоковым действием. К таким маслам можно отнести ладан, сандал. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной антистрессовые свойства, которые есть у всех масел. Их действие связано с успокаивающим седативным эффектом. В некоторых случаях проявляется гормональное воздействие этих масел на нашу нервную систему. Например, лаванда нормализует уровень серотонина в крови и, как следствие, имеет хороший антидепрессивный эффект. Итак, что же мы можем с помощью эфирных масел получить? Естественно, вряд ли мы будем использовать свойства ароматов для моделирования чего-то поведения. Традиционно ароматерапия применяется для лечения разнообразных заболеваний, ведь не даром она терапия. В последнее время ценность ее как способа врачевания нисколько не уменьшилась, но и стала очевидна для все большего количества людей. С каждым днем люди все больше разочаровываются в фармакологическом подходе к лечению болезней, сталкиваются с множеством побочных явлений, а потому стремятся выбирать натуральные методы лечения. В этом ароматерапия не имеет в себе равных и удерживает крепкую позицию лидерства. В последнее время в нашей жизни резко вырос интерес к так называемому качеству, высокому качеству жизни. И поэтому люди стремятся это качество жизни повысить не только в материальном достатке, но и в состоянии своего здоровья. Поэтому ароматерапия в этом плане делает очень много для человека. Итак, мы снова возвращаемся к нашему вопросу. Кому же нужна ароматерапия? Конечно же, всем. По тем свойствам, которые мы перечислили, мы можем любой из этих разрядов назвать. Например, спортсмены могут пользоваться, люди в период стресса. Это почти каждый первый. Мамы и папы, пожилые люди, дети и подростки, профессиональные ароматерапевты. То есть все. Мы только что сейчас затронули вопрос о качестве жизни. И это качество, конечно же, из трех составляющих основных состоит. Это, как говорят, человек состоит из того, что он ест, что он пьет и чем он дышит. Поэтому Дотерра преследует именно три этих идеи и говорит, что эфирные масла как раз в этих трех составляющих могут очень прекрасно быть использованы и быть очень функциональны. Первое – это, конечно же, чем и как мы дышим. Второе – это аромадизайн. Это антистресс. Это создание комфорта и уюта в доме. Ну и, конечно, вкусная и полезная пища при помощи эфирных масел. О качестве воздуха в городах очень сложно сказать хоть что-то хорошее. В современных экологических картах для описания количества вредных веществ, которые содержатся в воздухе, используется такая единица, как предельно допустимый коэффициент. И этот коэффициент везде выше двух единиц. Это, конечно же, и вредные вещества промышленных выбросов, и органика, которая испаряется с загаженного газона, и выхлопные газы автомобилей. А в помещении воздух может быть еще хуже, потому что присутствуют различные испарения, различной бытовой химии, отмершие частицы кожи людей, домашних животных. Ну и, конечно, наши дорогостоящие синтетические ремонты тоже очень вредны для нашего организма. Поэтому в местах массового скопления, когда люди часто приглашают гостей, и скапливается много народа, воздух тоже отличается от нормальной атмосферы. И основная причина – это резкое снижение бактерицидной энергии воздуха, уменьшение содержания в нем отрицательных и постепенно накопление тяжелых положительных ионов. В ионизации воздуха участвуют различные факторы, и растительные, ароматические вещества занимают в этом ряду важнейшее место. Оказывается, они ионизируют молекулы азота, кислорода и углекислого газа. Например, в одном кубическом сантиметре городского воздуха, бедного растительными ароматами, всего около 50 отрицательных ионов, а в одном кубическом сантиметре лесного воздуха, их около 5 тысяч. Легкие отрицательные ионы оказывают на человека стимулирующее биологическое действие и повышают сопротивляемость организма. Работоспособность, адаптацию нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. При ароматерапии увеличивается содержание легких отрицательных ионов и нейтрализуется тяжелое положительное. В конечном итоге увеличивается бактерицидная энергия воздуха, достигается природное равновесие тяжелых и легких ионов. Также можно говорить о беспользовании эфирных масел для антистресса и создания уюта в доме. Это как раз если говорить о биоэнергетике эфирных масел. Биоэнергетика существует, кто в нее верит или кто в нее не верит, неважно, она есть, так как любое вещество наделено энергией, мы наделены энергией. И когда две энергии начинают взаимодействовать, то получается нечто интересное. Так вот, жизнь на самом деле гораздо сложнее. И с точки зрения энергетики физическое тело оживляется и существует, наверное, потому, что в нем постоянно происходит циркуляция энергии. Как в физическом теле движется кровь, так и в тонких телах протекает обращение энергетических потоков. Энергия движется по сети энергетических каналов. Это похоже на систему кровообращения в физическом теле. Энергетические каналы отходят от центральных энергетических потоков, входящего, связывающего человека с энергией основы Земли, и нисходящего, идущего сверху из космоса. В нормально функционирующем организме энергия ровно проходит по основным потокам и расходится в сеть каналов тела. Если нет нарушения оттоков вовне, застоев, искривления, то тогда энергетика человека гармонична. В случае же, когда в тонких телах образуются энергетические нарушения и разлаживается вся система, причиной таких нарушений может быть много. Это и сглаз, это и вампиризм, и порча, и застоя эмоций, например, различных впечатлений, обид, злости, чувства, которые мы не проявляем. И как раз при возникновении нарушений происходит образование новых энергетических потоков и появляются различные патологии, а также хронические заболевания. Боль и болезнь как раз являются следствием сбоя в движении энергетических потоков в теле, а также нарушении энергообмена. Часть тела, в которой произошло нарушение, начинает об этом сигнализировать. И до того, как заболевание проявляется в плотном физическом теле, оно развивается на астральном и эфирном уровнях. Начавшуюся, но еще неосознаваемую болезнь можно вылечить еще до того, как она перекочует в соответствующие органы физического тела. И как раз эфирные масла нам в этом очень хорошо помогают. Как же лечит ароматерапия? Под понятием ароматерапии понимает совокупность методов и приемов лечения с активным использованием летучих ароматических веществ растений. Описание типичных проблем, при которых ароматерапевтическое воздействие показано, и описание ароматерапевтических средств, эфирных масел и лекарственных средств на их основе. Эфирные масла являются высококонцентрированными фитопрепаратами и поэтому обеспечивают расход по сравнению с самим растительным сырьем в 4-5 раз ниже. При этом курс лечения эфирными маслами в 5-6 раз короче, чем в фитотерапии. Биологический смысл ароматерапии состоит в том, что организм как раз никто не лечит. Нет никаких чужеродных химических вмешательств, внешних воздействий. Организм получает только легкий толчок, словно кто-то потряс осторожно и сказал «давай, вставай». Эфирные масла действительно будут в клетках тканей те защитные механизмы, которые генетически заложены в них за века эволюции, а в настоящее время просто задремали за ненадобностью. Получив информацию, что в организме что-то нарушено, в клетках тканей запускается реакция мобилизации защитной системы. Организм сам излечивает болезнь и повышает свой уровень защитных сил, чтобы ей противостоять. Терапевтическое воздействие эфирных масел осуществляется более тонко, чем воздействие растения, взятого целиком, или экстракт из него. Доза и форма применения эфирного масла значительно влияют на проявление терапевтического эффекта. Обычно более высокие дозы эфирных масел обнаруживают свое действие на физическом уровне, в то время как те же масла в микроконцентрациях оказывают большее влияние на психику. Эфирные масла обладают иммуномодулирующим действием, выраженным бактерицидным действием. Эфирные масла входят в состав многих фармацевтических препаратов, а также широко используются с лечебно-оздоровительной целью. Эфирные масла по многим показателям превосходят антибиотики. Известно, что антибиотики токсичны, вызывают осложнения. Их длительное применение приводит к селекции устойчивых штаммов, болезнетворных микроорганизмов и уничтожению микрофлоры, обитающей в нашем организме. И это, в свою очередь, вызывает бурное размножение патогенных микроорганизмов и интоксикацию больного. В эфирных маслах антибактериальная активность прекрасно сочетается с низкой токсичностью и полным отсутствием побочных явлений. В отличие от антибиотиков, при длительном использовании эфирных масел устойчивые штаммы микроорганизмов не возникают. Летучие фракции растений обладают высокой бактерицидной активностью и повышают сопротивляемость организма. Это касается и профилактики ОРЗ, и профилактики гриппа. Эффект обусловлен не только действием самих ароматических составляющих эфирных масел, но и тем, что они помогают вырабатывать организму интерферон. Независимо от пути попадания в человеческий организм через обонятельный анализатор кожи или слизистые оболочки, эфирные масла все равно оказывают общее действие на наш организм. Действие веществ, поступающих в организм человека через дыхательные пути, проявляется в 20 раз быстрее и сильнее по сравнению с приемами их внутрь в виде настоев и отваров. Эфирные масла обладают высокой проникающей способностью. Скорость проникновения в кожу эфирных масел различна. Например, эвкалипт проникает в кожу за 20-40 минут. Бергамот и лимон за 40-60. Сосна и лаванда около 70 минут. Мята и кориандр еще чуть больше. Также скорость проникновения зависит от используемой основы, что это растительное масло или гель. Через растительное масло эфирные масла с растительным маслом проникают медленнее, чем через гель. А также проникновение зависит от толщины подкожно-жирового слоя. Роль растений для биосферы Земли состоит в преобразовании энергии Солнца в процессе фотосинтеза и органических веществ в ферменты. И также в процессе эволюции между человеком и ароматерапевтическими веществами сформировалась генетически и экологически обусловленная связь. Эта связь с современной цивилизацией ослабевает, либо исчезает и как следствие этого букет болезни. В общем, действие эфирных масел главным является регуляторный и адаптогенный механизм на субклеточном, клеточном и тканевом уровне. Действие эфирных масел на обменные процессы в клетках является одним из основных механизмов ароматерапии. У эфирных масел в 50-70 раз сильнее эффект, чем у трак. Что же такое обоняние вообще и зачем человек воспринимает и различает запахи? В наше время такого досконального знания человеческого организма этот вопрос до сих пор не имеет окончательного ответа. И даже наука бессильно его объяснить. Как можно объяснить человеку, который не может нормально жить и работать в помещении с неприятным запахом и наоборот, когда воодушевляется, вдохнув приятный аромат, что эти запахи для него совершенно несущественны? Конечно же, сейчас уже никто из нас в это не поверит. Органы обоняния состоят из обонятельных нервных клеток рецепторов. Которые расположены в основном в самых верхних отделах носовой полости, тонких обонятельных нервных нитей, обонятельной луковицы и обонятельного тракта, которые заканчиваются в обонятельном центре коры больших полушарий головного мозга. Слизистая оболочка носа охватывает поверхность приблизительно 1 квадратный сантиметр и содержит около 100 миллионов нервных клеток. Каждая нервная клетка имеет 6-8 отростков, которые реагируют на содержащиеся в воздухе или пище молекулы и принимают с них информацию о запахах. От нервных клеток на слизистой оболочке носа нервные импульсы в ответ на раздражение быстро поступают в мозг. Запах как раздражитель действует практически мгновенно, так как информация о нем поступает непосредственно в мозг, минуя сознание. И только прямые физические воздействия типа удара или отдергивания руки происходят быстрее, потому что они происходят на уровне инстинктов. Современное представление о роли ароматических растений и их влиянии на человека учитывают также информационно-энергетический аспект действия. Тема энергетического аспекта действия эфирных масел в настоящее время нуждается в существенной разработке и создании необходимой теоретической базы. В свете информационно-энергетического аспекта растения являются своего рода аккумуляторами энергии Солнца. Растения трансформируют космическую энергию излучения в другие виды энергии. В процессе жизни растения накапливают информацию об окружающем пространстве в своих клетках, в своих структурах. Именно эфирные масла являются компонентом растений, которые накапливают энергию и информацию, способную более полно восприниматься человеческим организмом. Современное понимание информационно-энергетических процессов гласит, что все в живом мире обладает энергией. Постоянный обмен веществ и энергии с окружающей средой является необходимым процессом живого организма. И вот вам практический пример, как эфирные масла могут не только помочь нам перестать болеть, послужить нам хорошей профилактикой заболеваний, но и еще существенно сэкономить наш бюджет. Итак, если посчитать, сколько мы тратим на курс лечения фармакологическими средствами, то есть это и антибиотики, которые сейчас обязательно прописывают, и пробиотики, которые одновременно с антибиотиками нужно пить обязательно. А если еще случилась аллергическая реакция, которая на антибиотики почти у каждого второго бывает, то еще и антибиотикаминные препараты, то получится довольно существенная сумма. А если, например, взять смесь масел Онгард компании Дотерра, которая помогает очень быстро встать на ноги без побочных эффектов, то можно опять же посчитать стоимость такого лечения. Одна капля стоит 10 рублей. Если мы проведем курс лечения из 7 дней, это достаточно много мы взяли, на самом деле все проходит гораздо быстрее, но даже если 7 дней как закрепляющий эффект, то стоимость такого лечения будет 200 рублей, причем без побочных эффектов. Итак, как же можно применять эфирные масла? В ароматерапии используется очень много способов применения эфирных масел. Большинство из методов дошли до нас с древности. Поскольку эфирные масла различными путями проникают в наш организм, все методы можно разделить на три группы. Это методы, связанные с действием на обонятельный анализатор, то есть ингаляционные методы. Это трансдермальные методы через кожу. И методы, связанные с действием на слизистые оболочки, носовой полости, рта, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Данные способы применения рассматриваются как ведущие, поскольку в ароматерапии имеет место комплексное воздействие на организм. Например, при массаже помимо проникновения через кожу эфирных масел происходит их испарение, и поэтому они воздействуют и на наше обоняние. Использование большинства методов ароматерапии требует грамотного отношения, поэтому перед использованием, при наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться либо с врачом, либо ароматерапевтом. Особенно это касается методов, которые связаны со слизистыми оболочками. Некоторые же методы могут быть рекомендованы для широкого использования в профилактических целях, например, аромомедальоны, аромалампа, баня, сауна. Итак, первая группа использования ароматерапевтических методов – это методы, связанные с действием на обонятельный анализатор или наши органы дыхания. К таким методам можно отнести, например, холодные ингаляции. Это вдыхание эфирных масел непосредственно из флакона, то есть открывается флакон с эфирным маслом, подносится непосредственно к носу и производится активное вдыхание в течение 2-10 минут. Медальоны, аромомедальоны – это керамические медальоны, которые имеют внутри себя отверстие. В это отверстие наносится от 1 до 3 капель эфирного масла. Такой медальон можно носить как на одежде, так на теле, так и в грудном кармане. Для большего эффекта его можно периодически подносить к носу и вдыхать непосредственно из медальона. Следующий способ – это носовой платок. Также мы наносим от 1 до 4 капель эфирного масла и вдыхаем в течение дня, поднося к носу. Также нанесение на подошку перед сном. Единственная оговорка, что здесь нужно использовать расслабляющие седативные эфирные масла, потому что другие эфирные масла могут вызвать противоположные нежелательные эффекты. Мы можем прободрствовать всю ночь. Следующий способ – это вдыхание с ладони, а также использование теплых, горячих ингаляций. К этим методам еще относятся баня, сауна, распылитель и создание индивидуальных духов. Второй способ использования – это использование наружной или по-другому – это трансдермальные методы. К этим методам относятся, например, ванна, аромотерапевтическая ванна, является очень эффективной и профилактической лечебной процедурой. Перед принятием ванны мы, конечно, принимаем душ. По температурному режиму ванна может быть либо прохладной, либо теплой, либо горячей. Ну и эфирные масла, зная, что они не разводятся в воде, обязательно разводятся в каком-то эмульгаторе. Это либо ложка меда, молочные продукты, молоко, кефир, например, или ложка неароматизированной морской соли. На такой эмульгатор мы наносим несколько капель масла, в зависимости от того, какое масло мы выбираем, столько и консистенцию делаем, и принимаем в ванну около 10 минут. Следующий способ – это аромотерапевтический массаж, тоже очень действенный метод, который лучше, чтобы выполнял специалист в области массажа, но и в то же время выполнял с помощью эфирных масел. Следующий способ – это компрессы. Компрессы различают холодные либо горячие, независимо от температурного режима, их готовят так. На 200 мл воды добавляют до 8 капель эфирного масла, в этом растворе пропитывают ткань и прикладывают к проблемному месту. Время использования компресса – от 20 до 30 минут, а горячего компресса можно даже до нескольких часов. Рефлексомассаж – это использование рефлексогенных зон, на которые можно наносить чистое эфирное масло, либо разбавленное в транспортном масле. Также к этим трансдермальным методам относится изготовление лосьонов для кожи, обогащение готовых косметических средств, например, кремов, и изготовление масла для кожи. Методы, связанные с внутренним использованием. Использовать этот метод необходимо по показаниям и под обязательным контролем специалиста. Противопоказаниями для приема внутрь являются острые воспалительные явления желудочно-кишечного тракта, острый гастрит, язвенная болезнь желудка, острый панкреатет, гепатит, ну и возрастной ценз – это дети до 5 лет и с осторожностью беременность на любых сроках. Сюда можно отнести спринцевание, метод спринцевания, полоскание рта и горла на 1 стакан теплой кипяченой воды. Мы добавляем до 4 капель эфирного масла, тоже лучше на эмульгатор, и полощем несколько раз в день. Также сюда можно отнести капли в нос и в ухо, клизмы, обогащение чаев, ну и также обогащение алкогольных напитков и пищи. При использовании эфирных масел, конечно же, следует соблюдать технику безопасности. Это не допускать попадания неразбавленного эфирного масла в глаза, уши, нос и на другие чувствительные области нашего тела. Разбавлять эфирное масло не водой, а фракционным кокосовым маслом или любым другим базовым маслом. Не забывать о кожной чувствительности, поэтому обязательно проводить тест. Следовать всем указаниям на этикетке и применять масла без фанатизма очень маленькими дозировками, потому что это очень концентрированная субстанция. Итак, эфирные масла – это не лекарства. От них, назло всем фармацевтическим компаниям, не умер ни один человек. Их эффективность проверена тысячелетиями, на протяжении которых человечество смогло выжить без единой таблетки аспирина. И ни одно качественное эфирное масло не вызывает аллергии. Аллергия может быть, например, на пестициды, которыми обрабатывались растения во время выращивания. Особенно высок риск при использовании масел, полученных методом холодного отжима и не прошедших потом контроль качества. В компании Дотерра с этим все очень хорошо. Как же себя обезопасить? Покупать продукцию только проверенных марок. Сегодня мы говорим об эфирных маслах компании Дотерра. Обращать внимание на наличие сертификата. Запомнить ароматы качественных эфирных масел. Я думаю, что вы сейчас как раз начнете пользоваться маслами компании Дотерра. И поэтому затем уже, если вам будут попадаться масла каких-то других компаний, то вы можете смело доверять своему носу. Это очень сложно описать ощущения, которые вы будете испытывать. Но, думаю, можно сравнить, например, любимое место с нелюбимым. Как раз вот это ощущение принятия, ощущение спокойствия и уверенности в том, что ты вдыхаешь правильный аромат. Также эфирные масла нельзя отождествлять с таблетками. В принципе, не существует каких-либо строгих рецептов их применения. И поэтому, опять же, ароматерапия – это философская система. Можно не знать и химического состава эфирного масла. Может быть, даже не запомнить свойств этого эфирного масла. Но если мы доверяем собственному обонянию и знаем, что пользуемся проверенными чистым эфирным маслом, то мы верим своей интуиции и, отталкиваясь от ощущений, можем применять эфирные масла на практике. При нанесении эфирного масла мы должны знать, что уничтожаются патогены, которые проникают через мембрану, а также воздействуют на физиологические функции нашего организма, косвенно вмешиваются в биологические процессы и меняют местную и общую среду. Можно привести такой пример, что помазались чайным деревом, а в результате и прыщик подсушили, подлечили простуду, а заодно и улучшили сосредоточенность и сконцентрировали свое внимание. Итак, вместе с эфирными маслами компании Дотерра мы – хозяева своего здоровья. Поэтому мы вас приглашаем на авторский курс «Семейная аптечка в каждый дом». В набор семейной аптечки входят самые необходимые и распространенные масла, которые могут выручить в очень многих ситуациях. Что же входит в набор семейной аптечки? Конечно, это эфирное масло лаванды. Во-первых, это единственное, скорее всего, масло, которое можно в чистом неразбавленном виде применять трансдермальным методом. И мы не получим никакого ожога, а получим очень быстрый эффект заживления, ссадин, ран, порезов. И в некоторых случаях мы даже можем справиться с контактными дерматитами. Ну и, конечно же, вот выделено еще одно его важное свойство. Эфирное масло лаванды является афродизиаком, улучшает потенцию у мужчин и повышает либидо у женщин. Эфирное масло лимона приравнивалось раньше древними к кровопусканию, чистит кровь, очищает сосуды, является маслом антистресса для отличного настроения и мотивации. Мята перечная – это фаворит при работе с желудочно-кишечным трактом, а также с расслаблением мышечной системы. Ну и опять же, ее одно из сильных свойств – это концентрация внимания пищеварительной и дыхательной системы. Чайное дерево – это очень мощное противогрибковое средство. Орегано или душица – это как раз то масло, которое имеет самый сильный, самый большой фенольный коэффициент, борется лучше всех с вирусами и микробами, а также является очень вкусной и полезной специей. Поэтому орегано мы применяем в программе «Аромашеф», а также для профилактики паразитов и грибков. Эфирное масло ладана – это одно из первых масел и главных масел, которое работает на эмоциональный фон наш, которое оздоравливает нашу ауру и помогает задуматься о том, что же сейчас происходит в нашей жизни, стабилизировать, гармонизировать все процессы, а значит, именно с первого причин начать излечение нашего организма на физическом уровне. Ну а сейчас мы представляем вашему вниманию смеси, которые сделаны специалистами по всем правилам синергии. Это смесь ДИБЛЮ, которая применяется для того, чтобы снять боль в мышцах, в суставах, в сухожилиях, убрать спазмы, то есть для нашей скелетно-мышечной системы. Смесь БРИС дыхания помогает при любых вопросах с дыхательной системой, не позволяет уйти вирусам глубоко в наши легкие, и поэтому профилактирует вирусы гриппа и оздоравливает нашу дыхательную систему. Смесь дзен-пищеварения. Ее название говорит само за себя. Наверное, сейчас нет людей, которые бы не имели какую-нибудь маленькую проблему с желудочно-кишечным трактом. Либо запоры, либо наоборот диареи, либо колиты, либо вздутие. Все это присутствует у современного человека, тому служат наша цивилизация и наш бешеный ритм. Поэтому эта смесь поможет оздоровить нашу пищеварительную систему, моментально снимет токсикоз при пищеварительном отравлении, а также уберет желудочные вирусы. Смесь Олгард на страже. Сегодня мы уже немножко говорили о том, что в Европе в XIV веке при эпидемии чумы как раз поймали тех, кто грайдил квартиры, дома. И они выжили в тот момент благодаря сочетанию определенных трав. И их помиловали именно в обмен на тот рецепт, который очень похож на смесь Олгард. И она как раз вашему вниманию представлена в период, конечно, пандемии, это очень сильная защита, которой вы можете пользоваться и быть уверены в своем здоровье. Я приглашаю вас на этот курс. Будет интересно, будет не только много теории и информации, будет очень много практики. И поэтому масла, которые вы приобретете или уже приобрели, ни в коем случае не окажутся просто стоять на вашей полке. они будут использованы вами. И за этот курс пятинедельный вы не только их полюбите, но будете точно знать, что и в нашем мире можно прожить без лекарств, быть здоровым и счастливым. Присоединяйтесь к нам, приглашайте своих друзей и близких. Игорь? Игорь не слышит нас? Тогда давайте будем общаться с вами. Есть ли какие-то вопросы? Так, я сейчас тоже свой чат открываю. Пока не вижу поднятых рук. Ну, так, вот я читаю вопросы. Какие масла нельзя применять при отсутствии желчного пузыря? При отсутствии какого-либо органа вообще нужно быть очень аккуратными с использованием эфирных масел. Четких прям рекомендаций и запретов, конечно же, нет. Но перед тем, как вы решили использовать какое-то масло для себя, для оздоровления, вы обязательно тестируете на сгибе руки или просто из флакона. Если в данный момент масло будет вам приятно, то начиная с очень маленьких дозировок, если у вас уже есть какие-то рецепты для того вопроса, что бы вы хотели достичь, то очень маленькими дозировками постепенно и курсами, например, от пяти дней, а потом перерыв в неделю и даже две, вы можете начинать этим маслом пользоваться. И опять же обязательно слушать свой организм, прислушиваться к тому, что с вами происходит, нравится вам это или это вызывает подозрения. Но строгих ограничений нет. есть ли еще вопросы? Нас сегодня было не так много. благодарю вас за то, что вы сегодня провели этот вечер с нами. очень надеюсь, что для вас это было полезно. Ну и, конечно же, для тех, кто не первый раз слушают нас, что вы и в этой лекции нашли для себя что-то новое, что-то открыли для себя. Игорь? Да, да. Ольга, добрый вечер еще раз всем участникам. Как Ольга сказала, что мы всех приглашаем к себе на курс, первым делом себе на курс, где можно изучить уже введение в ароматерапию очень достаточно подробно и хорошо. Пожалуйста. Всех всегда приглашаем. Вопросы можно задавать всегда нам. Вы можете, те, кто вас прислал на эту встречу, к ним обратиться, они вам помогут зарегистрироваться, помогут, как приобрести бесплатный курс. Всем желаю успехов, здоровья, естественно, да, спокойствия в наше неспокойное время, что эфирные масла тоже, как Ольга рассказывала, сегодня хорошо помогают. И всегда, пожалуйста, каждый четверг, каждый четверг у нас проходят такие ознакомительные встречи, где можно изучать очень полезную информацию про эфирные масла. Спасибо большое Ольге за очень хороший подобранный материал, очень полезную информацию. Надеюсь, что она вам понравилась. И всем-всем хорошего вечера. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok